МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем регионе началась задолго до сентября 2016 года. Большинство партий подошли к этому процессу по-разному. Основной вопрос, который волновал многих, кто же будет участвовать в избирательной битве о той или иной политической силе? Как будет проходить отбор кандидатов? И вот весной 2016 года появилась первая информация. И пришла она от партии «Единая Россия». Она заявила, что на этих выборах именно население страны определит, кто будет представлен в избирательных бюллетенях через предварительное голосование в праймере с этой политической силой. Стоит сказать, что явка на праймере с Чувашией была одной из самых массовых в стране. За время подготовки и проведения предварительного голосования кандидаты в кандидаты в списке «Единой России» провели много мероприятий и встреч с населением. Подобное внутрипартийное предварительное голосование, которое проходило, на мой взгляд, достаточно масштабно, у нас в республике, для нас это тоже первая практика. И такого опыта ранее не было. Но те встречи, которые мы проводили в рамках праймериза с населением округа, с населением республики, на мой взгляд, в первую очередь позволили сверить нам часы. То есть, безусловно, есть дела, которые на протяжении пяти лет были исполнены, но время не стоит на месте, все меняется. И, конечно же, на этих встречах с избирателем мы разговаривали об актуальных проблемах, актуальных вопросах, которые существуют в том или ином дворе. Поэтому, на мой взгляд, праймериз – это положительная практика еще раз пообщаться со своими избирателями, пообщаться с населением для того, чтобы выяснить, что конкретно волнует тот или иной микрорайон, тот или иной двор, ну и в целом проблемы округа. А оправдал ли праймериз свое предназначение? Предварительно внутрипартийное голосование, на мой взгляд, проходило достаточно открыто, и вы знаете, что в нем могли принять участие не только члены партии, но и вообще любой желающий. И есть примеры по целым нашим округам, когда проходили не те люди, на которых ставили ставки, или получали большинство голосов совершенно другие кандидаты, которые изначально считали, что они пройдут. И, в общем-то, это пример вот такого открытого демократического выбора, и самое главное, что этот выбор является неукослительным для дальнейших действий партии. В отличие от «Единой России», другие политические силы использовали обычную для них практику отбора своих кандидатов. Списки формировались в кулуарах оппозиционных коридоров, которые только потом утверждались на партийных конференциях. Они проходили у каждой партии по-разному. В некоторых случаях сбор активистов и делегатов проходил в небольших залах, как говорят, при малом количестве народа. Анатолий Аксаков, 58 лет. В 1983 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. В 1995-1997 года руководил чебоксарскими филиалами московских коммерческих банков. Последние 17 лет депутат Государственной думы Российской Федерации 3-го, 4-го и 5-го созывов. Президент ассоциации региональных банков России. Мы закрыли все одномандатные округа. То есть у нас есть кандидаты во всех 21 одномандатном округе. У нас есть региональный список, который возглавляет Олег Алексеевич Николаев. Команда формировалась прежде всего на основе того опыта, который у нас имеется. Естественно, костяк ее составили люди, которые давно работают в партии, которые заявили о себе. Я их назвал Николаев, Маляков, Семенов. Мы обратились ко всем организациям, партиям с призывом объединить усилия, с тем, чтобы более успешно соперничать с партией власти. И некоторые, я бы так сказал, не некоторые, а многие откликнулись. И они стали кандидатами депутаты Государственного совета от партии «Справедливая Россия». Константин Степанов, 29 лет, образование не оконченное и высшее. Работал автомехаником, имеет четвертый разряд. Вел предпринимательскую деятельность. С 2009 года активно участвует в общественно-политической жизни Чувашии. С 2013 года занимался журналистикой, внештатный сотрудник СМИ. В 2013 году избран координатором Чувашского республиканского отделения ЛДПР. Мне стыдно за то, что я был свидетелем, как после нового избрания Чебоксарского городского собрания депутатов, в котором я работаю сейчас 8-й месяц, когда я увидел в повестке дня вопрос о сложении полномочий одного из моих коллег, депутата от партии КПРФ Алексея Лапина, когда мы снимали с него полномочия, потому что человека посадили на 5 лет. Оказывается, он и ранее был осужден, то есть это не первая его судимость. Когда я начал смотреть списки партии и увидел, что также в «Справедливой России» есть люди с криминальным прошлым осуждены, мне и за это было стыдно. Поэтому я тогда выступил с резкой критикой этих партий и призвал руководителя этих партий заранее проводить все-таки свой фильтр, чтобы не было таких моментов. Дело в том, что каждый такой удар со сужденным депутатом, с какими-то проблемами в его прошлом, со скандальной какой-то известностью, это удар и по городу, и по республике. Мы теряем свой, в общем-то, облик из одного человека. Валентин Шурчанов, 69 лет. Был секретарем комитета ВЛКСМ Чувашского государственного университета. Работал заместителем секретаря парткома университета. Был заведующим отделом Калининского райкома города Чебоксары. Инструктором Чувашского обкома КПСС. Первым секретарем Шумерлинского горкома партии. Инструктором орготдела ЦК КПСС. Секретарем и первым секретарем Чувашского резкома КПСС. Избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации трех созывов. Последние 23 года первый секретарь комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ. Мы на съезде партии выдвинули одномандатные округа Данилова по 37-му, Канарскому по 38-му выдвинут, я, вот ваш покорный слуга. Ну и по партийным спискам Государственной Думы у нас тоже. Наш партийный округ определён решением съезда КПРФ Республика Мариэлла, Республика Мордовия, Чувашская республика. Там 7 человек в списке, и Шурчанов, Валентин Сергей в этом списке первый. То есть я возглавляю партийный список по трем республикам. Да, доверили, совершенно верно. Поэтому мы рассчитываем на хорошие результаты. Николай Малов, 51 год, 1983-1985 годы, служба в рядах Советской армии. В 1991 году окончил экономический факультет Чувашского государственного университета имени Ульянова. С 1992 по 2009 год работа в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Депутат Государственного совета Чувашской республики. Секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Большая ответственность на нас ложится в плане того, что мы сегодня выдвигаем своих кандидатов, а не только в Государственный совет Чувашской республики, но и в Государственную думу. И, конечно же, мы понимаем всю ответственность, кого мы выдвигаем. И на плечи кого ляжет ответственность на будущие пять лет за республику и в целом за Российскую Федерацию. Команда формировалась в результате предвыборного голосования партийного, которое прошло 22 мая. Сегодня по списку у нас 69 кандидатов от нашей партии. Возглавляет список глава Чувашской республики Игнатьев Михаил Васильевич. Также 22 одномандатных округа, где наши представители также в результате предварительного голосования определены. Сегодня наши партии выдвинуты и многие уже зарегистрированы. Это профессионалы, это люди, которые сегодня представляют разную отрасль народного хозяйства. Здравоохранение, культуру, образование, бизнес, сельское хозяйство. Ну и ряд других направлений. Некоторые политологи, да и сами партийные лидеры говорят о том, что эти выборы 2016 года в корне отличаются от всех проводимых ранее. Во многом это стало возможным после обращения президента России Владимира Путина, который он сделал для всех политических сил страны на съезде партии «Единая Россия», выступая перед делегатами, победившими в ходе предварительного голосования. Дорогие друзья, хотел бы обратиться ко всем политическим силам, которые будут принимать участие в избирательной кампании. Ко всем, кто станет кандидатом в депутаты Государственной Думы. К региональным законодательным собраниям. К тем, кто будет баллотироваться на пост губернатора или в органы муниципальной власти. Прошу вас ценить доверие людей, обещать только то, что можно выполнить, дорожить политической и общественной стабильностью, которую мы вместе добивались во все предыдущие годы. Ведь только в условиях общенационального согласия мы можем идти вперед, добиваясь выполнения намеченных планов. И изменять жизнь к лучшему для наших людей. Самое опасное сегодня – спекулировать на текущих трудностях. Речь не о критике действующей власти. Она нужна и обязательно должна быть. Разумеется, будет. Выборы, кстати, то самое время, когда претензии звучат прямо и жестко. Это очень хорошо, это нормально. И в большинстве случаев, безусловно, все это идет на пользу делу. Речь о другом – о лжи и передергивании фактов, о прямом предательстве интересов страны, о пустых обещаниях, которые хуже всякого предательства и которые ничем не подкреплены. И за которыми лишь стремление дестабилизировать ситуацию, расколоть общество, любой ценой прорваться к власти, а потом, как у нас в народе говорят, как Бог на душу положит. Это самое опасное. Вот этого нельзя допустить. Мы должны сделать все возможное, чтобы такого события, развития событий не было. Чувашские региональные политические лидеры в один голос говорят о том, что выборы в Чувашии в этом году проходят более спокойно и открыто, чем в прошлые годы. Отмечают и возросшую активность органов правопорядка и отсутствие явного компромата. Глава Чувашии Михаил Игнатьев особо подчеркнул, что республиканские власти, поддерживая мнение Владимира Путина, сделают все возможное, чтобы выборы 18 сентября стали самыми открытыми и ответственными в современной истории. В целом, если комплексно оценить, я могу отметить, что в республике стабильная общественно-политическая ситуация. Это во-первых. Во-вторых, политическая борьба – это борьба за власть. Понятно, все эти политические партии, которые участвуют на этих выборах, конечно, они будут вести свою борьбу. Поэтому задача моя – сохранить эту стабильную ситуацию, меньше давать поводов для расшатывания, для дестабилизации ситуации. И в-третьих, хочу сказать, на самом деле, о чем я говорил, когда сам в прошлом году избирался, что выборы должны проходить на достойном уровне по культуре ведения политической борьбы. А мы предлагаем вам познакомиться с тем, кого же и как мы с вами будем выбирать в этом году. Итак, начнем с вершины вертикали власти. На сегодняшний день в Федеральном собрании регион представляет 6 человек. Два в Совете Федерации, четыре в Нижней Палате Парламента. Совет Федерации – Николаев от Госсовета Республики и Федоров от главы Чувашии. В Госдуме Российской Федерации – Алена Аршинова и Руслан Тихонов – Единая Россия. Анатолий Аксаков – Справедливая Россия. Валентин Шурчанов – КПРФ. Новый состав Госсовета назначит нового сенатора. Его выбирают из числа нового состава депутатов. На данный момент для участия в выборах в Государственную Думу России и ЦИКам Чувашии допущены около 17 партий. Помимо парламентских, за депутатские мандаты в гонку вступили и новые партийные объединения. При этом интрига, судя по всему, останется до последнего дня – 18 сентября. Уже сейчас некоторые партии сходят с гонки по целому ряду нарушений и ошибок в заполнении регистрационных документов. В чем же отличие нынешних выборов 2016 года? Помимо партийных лидеров, мы этот вопрос задали и чувашским социологам. Они сходятся на мысли, что в этом году основным отличием этой избирательной кампании является, безусловно, разделение выборов на одномандатную и списочную системы. Это же вызвало целый ряд проблем у тех партий, которые ставку делали только на своих лидеров, при этом не пиаря своих второстепенных игроков. В этом году отличие – это то, что наконец-то в Госдуму мы выбираем не только по партийному списку, но и по одномандатным округам. Это первое отличие. То есть Чувашию будут представлять не только по списку партии, но и кандидаты от округов. Второе отличие – это то, что округа теперь разделена не как в прошлом. Если напомню, что в прошлом у нас был Чебоксарский и Канашский округ, где 90% избирателей были горожане. И Канашский округ, где в основном были сельские жители. Сейчас Чебоксары у нас поделены пополам. И поэтому и что Канашский, и что еще Боксарский округ примерно представлены наполовину сельскими жителями и городскими жителями. Но с учетом того, что сельские жители ходят на выборы более активно, то можно сказать, что именно село прежде всего будет выбирать, кто победит на выборах. Один из ведущих социологических центров России, Левада-центр, в конце июля провел соцопрос по электоральным предпочтениям жителей страны. Результаты на экране. Как вы видите, если бы выборы прошли в это воскресенье, то состав Госдумы на 57% состоял бы из депутатов Единой России. 15% получила бы КПРФ. Та же цифра и у ЛДПР. А вот справедливая Россия балансирует на границе 5%, что говорит о риске этой партии не войти в новый состав Государственной Думы. Алена Аршинова, 31 год. Окончила университет имени Шевченко. С 2010 по 2012 год входила в руководящие органы молодой гвардии Единой России. С 2012 по 2016 год депутат Государственной Думы Российской Федерации партия Единая Россия. Руководитель партийного проекта Детские сады детям. Член президиума Генерального совета партии Единая Россия. Я думаю, что избиратель сегодня действительно, вот как хорошо звучит, да, он очень избирателен. И он сегодня вдумчивый, он критичный, он видит, кто работает, а кто не работает. Я уже говорила, что время лозунгов прошло. Поэтому очень хорошо, что мы идем с конкретными делами, нам есть что показать и результаты, и мы знаем, какие вопросы не решены. И мы сегодня провели очень много встреч, и люди знают, что мы знаем, что сделано, а что не сделано. Поэтому очень здорово, что если люди, например, участвовали в разработке этой программы, они прекрасно понимают, с кем им идти дальше. Мы ничего не обещаем. Мы делаем, работаем, в конечном итоге, во-первых, выборы в Государственную Думу, Госсовет от преимущества, безусловно. Вот то, что мы раньше делали, мы будем продолжать делать. И наша программа, прежде всего, включает национализацию природных ресурсов, национализацию крупной промышленности, энергетики, железных дорог. Потому что без роли государства в этих вопросах невозможно обеспечить благополучие трудового народа, невозможно обеспечить и развитие экономики. Леонид Черкесов, 50 лет. Окончил Чувашский государственный университет имени Ульянова. Кандидат медицинских наук. С 2002 по 2010 год главный врач городской больницы номер 7. С 2010 года по настоящее время глава города Чебоксары. Председатель правления Совета муниципальных образований Чувашской республики. В первую очередь депутат Государственной Думы. Он должен владеть ситуацией, что происходит в регионе, что происходит в округе. Конечно же, округ большой. Около 500 тысяч избирателей. Здесь депутат, он должен владеть ситуацией, что происходит, что хотят именно жители своего округа. И я считаю, что и депутат Государственной Думы, будучи политиком, он должен помогать решать реальные дела. Реально будут полезны для наших избирателей, для наших жителей нашей республики, нашего города, наших сельских поселений. На выборах 18 сентября республика будет выбирать свой государственный совет. Здесь ситуация следующая. Всего в парламенте Чувашии 44 места. Из них 22 мандата распределены по одномандатным округам. На них сейчас претендует 133 человека. А еще 22 депутатских кресла обретут своих хозяев по партийным спискам. За это право борется 7 партий. Это ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ, Яблоко, Патриоты России, Пенсионеры за справедливость и Партия Единая Россия. Наша съемочная группа записала большое интервью с председателем Чувашской избирательной комиссии Александром Цветковым. Именно на плечи этой комиссии сейчас и легла основная тяжесть по подготовке к выборам. Сразу хотим сказать, что запись проводилась еще до того, как стали известны окончательные результаты регистрации всех кандидатов и партийных организаций. Александр Иванович, как Вы оцениваете нынешнюю избирательную кампанию? Все ли сделано для того, чтобы она была честная, открытая, как это декларируется Российской Федерации? Ну, оценка проходящих выборов, она неоднозначная. С одной стороны, избирательная кампания сложная, потому что выборы совмещенные, нагрузка большая. С другой стороны, очень интересная, потому что большое количество кандидатов, активно участвуют политические партии. И я думаю, что избирателям эти выборы тоже будут интересны. Александр Цветков, 45 лет. Окончил Чувашский государственный университет имени Ульянова. С 2003 года по настоящее время работа в Центральной избирательной комиссии Чувашской республики. Председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской республики. Итак, 50% на ваш взгляд в этом зале займут вместо представителей «Единой России». Это только единый округ. А у нас есть еще одномандатный округ. А по одномандатным округам там ситуация уже гораздо сложнее. И сейчас прогнозировать заранее уже результат не так уж и просто. То есть смотрите, берем половину зала. Вот здесь 50% занимает «Единая Россия». И по равным долям, на ваш взгляд, распределяется между... Тремя другими партиями. Примерно по равным, да. И здесь. Я думаю, что если условно зал разделить пополам и в эту сторону посадить депутатов, избранных по единому округу, а эту половину зала оставить для депутатов-одномандатников, то я думаю, что слева примерно половину всех кресел займут все-таки представители ведущей партии. Это партия «Единая Россия». А остальная половина, она примерно по равну распределится между тремя остальными парламентскими партиями. ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ. И здесь, в этой половине зала, как вы думаете? Ну, здесь, я думаю, что, наверное, где-то примерно процентов 75-80 все-таки будут представители «Единой России» по одномандатным кругам. Я думаю, что «Единая Россия», если и проиграет, то это будет, наверное, максимум 2-3, но может быть 4 округа. Остальные округа, скорее всего, выиграет. Ну, это вот такой вот субъективный взгляд на реалии. Как мы с вами видим, выборы 2016 года обещают быть интересными. Партии используют весь свой потенциал в ведении избирательной кампании. Все это мы с вами наблюдаем сегодня. Кто-то создает специальные организации, которые в обход закона проводят агитацию за партию. Кто-то делает ставку на пенсионеров и тех, кто помнит прошлые времена и лозунги. Кто-то опирается на свой электорат и на большее не надеется. Есть и те, кто продолжают свою работу, которую начали уже давно. На сегодняшний день избиратели участвуют в предстоящих выборах как Государственного Дома Российской Федерации, так и Государственный Совет Чувашской Республики. Почему я так говорю? Потому что кандидаты определены от политических партий, кандидаты определены по одномандатным округам. Что я хочу сказать? Я постоянно сейчас выезжаю, встречаюсь в разных трудовых коллективах, разными людьми. Вопросов политических не так много, по сути дела. Людей прежде всего интересуют вопросы жизнебеспечения, интересуют цены, интересуют услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве, какие субсидии мы будем выплачивать. Есть отдельные политические деятели, которые на популизме, на клевете, на лжи хотят помешать волеизъявлению избирателей, введя их в заблуждение. Поэтому я говорил, надо говорить правду, надо подходить по-человечески к и кандидатам самим друг к другу, и со стороны органов власти создана благоприятная среда. Вот сегодня представитель Центральной избирательной комиссии довел информацию, что семь политических партий зарегистрировано. Конкурентная среда на достойном уровне. То, что отдельные пытаются, там работает административный ресурс, органы власти хотят вмешиваться, абсолютно это не так. Задача моей главы республики создавать равные права, равные возможности для всех кандидатов и для всех политических партий. Избиратель по 17 сентября решит, за кого проголосовать, пойдет на выборы, я абсолютно в этом уверен. Теперь все в руках избирателей, то есть нас с вами. Поверим ли мы дешевым призывам и обещаниям? Доверимся ли мы уголовникам в списках партий? Будем ли мы смотреть назад в прошлое или все же будем реалистами? И выберем путь дальнейшего развития республики и страны. Теперь все зависит от нас с вами, избирателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин